дорогие братья и сестры приветствую вас я рада быть снова с вами мы продолжаем сегодня тему вера и физическое здоровье и сегодня поговорим о культуре тела и практических советах как сделать жизнь тела здоровее и приятнее для нас и если вы вместе со мной прошлый раз изучали местописания по посланиям апостола павла то может быть заметили какое-то противоречие в том что с одной стороны он говорит будьте свободны не поддавайтесь на то что кто-то говорит вам не вкушай не трогай что все можно и с другой стороны сам же он говорит о том что нам что-то нельзя и где-то мы должны себя ограничивать и вот как это понять если вы подумаете хорошо то увидите что противоречий в этом нет и сам апостол павел объясняет это в первом послании коринфянам 6 глава 12 стих все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но ничто не должно обладать мною и прежде всего здесь говорится о вещах которые вызывают в нас зависимость а мы люди очень легко впадаем зависимость каждый из нас знает об этом и даже когда речь идет о достаточно невинных вещах таких как кока-кола фастфуд кофе которые так многие любят компьютерные игры порнография и все это очень легко берет как бы нас в плен и я думаю что с каждой зависимостью мы должны в своей жизни разбираться то есть мы не должны мириться с ее присутствием в нашей жизни почему потому что господь он купил нас дорогой ценой для себя и об этом мы тоже говорили в прошлый раз и ничему и никому мы не можем целиком принадлежать кроме него и получается опять та же история да которая нас преследует с детских лет и это нельзя это нельзя и мы в каких-то сплошных ограничениях ну вы знаете нельзя опять же все отобрать у человека и ничего не дать взамен тогда он все равно найдет себе какие-то вредные занятия для своего развлечения нет мы должны восполнить этот недостаток мы должны заполнить эту пустоту и что мы можем предложить в жизни нашего тела для замены вот вредным привычкам вот тут я хочу поговорить про культуру тела и если посмотреть на нашу нацию то мы обладаем культурой у нас есть великие достижения в области литературы музыки науки но культуры тела как таковой я считаю у нас нет здесь у нас есть определенный пробел и когда я думаю о национальной культуре тела я вспоминаю корейцев поскольку я видела это своими глазами мы очень много лет ездили на христианские конференции в город сеул южная корея и вот я хочу некоторые отличительные черты этой культуры описать вам потому что меня просто очаровали эти люди и их отношения в социуме и вот первое что нас очень сильно как-то вдохновила и очень понравилось в них это их внимательность и отзывчивость к другим если например один раз мы с виктором пошли в метро и там встали с таким видом непонимания глядя в схему мы не знали куда идти и тут же к нам подошли люди которые просто без всяких просьб они хотели нам помочь не зная ни русского языка не английского но они хотели помочь людям которые находятся в затруднении и как-то помогли нам знаками мы сумели объясниться другой раз нам помогали звонить по телефонному автомату и даже предложили деньги и это было удивительно потому что в наших соотечественниках мы часто не замечаем до такой отзывчивости вот как это относится к культуре тела вы спросите но вот если ты делаешь лучше другим то в итоге ты делаешь лучше и себе например такие вещи как шум да вот в сеул это огромный мегаполис но там очень тихо комфортно и люди не кричат лишний раз не используют какие-то громкие электроприборы и от этого там очень приятно находиться или например хамство до которого очень много на наших улицах нашем транспорте или мусор которые люди бросают где ни попадя или взаимопомощь а вот когда это все есть да когда есть такая забота о других то наше самочувствие становится гораздо лучше и вторая черта отличительная в корейской культуре это физическая активность и тут я хочу рассказать про про один такой необычный опыт для нас мы жили в центре сеула и около нашего дома был большой парк наше собрание заканчивались довольно поздно и мы после них шли гулять и вот приходим мы в этот парк около 12 часов ночи и видим такую фантастическую картину весь парк заполнен просто битком забит людьми которые занимаются спортом это просто ночью происходит и кто-то идет спортивной ходьбой почему такая плотная толпа идет по стадиону этой ходьбой кто-то занимается на тренажерах кто-то играет в мяч и кто-то ездит на велосипеде и для нас это было очень необычно да у нас в 12 часов ночи люди предпочитают заниматься другими вещами и в итоге вот корейцы сохраняют такую прекрасную физическую форму когда мы собирались когда мы забирались на очень высокую гору на вершину со страховками кто думаете с нами забирался рядом это были старые корейские бабушки то есть время у них появляется куда-то ездить только на пенсии и вот к этому времени они умудряются сохранять прекрасную физическую форму и конечно же немаловажным элементом является национальная корейская кухня которая основана на натуральных продуктах и связано это во многом с тем что корея долгое время терпела бедственное положение и люди голодали и приучились есть вот все что растет все что плавает в море разные водоросли разные какие-то для нас очень необычные рыбки какие-то червячки все это они спокойно едят и до сих пор так питаются и не поддаются на провокации вот этого западного питания почти не используют сахар если например корейским детям после обеда предложить пирожное или конфеты они не будут это есть они не знают что это такое и они съедят лучше фрукты или какие-то рисовые их особые десерты без сахара и в итоге когда вы смотрите вот на толпу людей в корейском метро то вы видите такую картину что люди подтянутые стройные бодрые и даже не скажешь сколько им лет и вот таких толстых дряхлых с палочками там практически нет и что мы видим в итоге что корейская нация это очень богоискательная нация там самые большие христианские церкви в мире разных динаминаций именно там они находятся остальные у треть всех корейцев это христиане остальные вовлечены в какие-то другие религии ну то есть все живут духовной жизнью и это еще раз говорит о том насколько все внутри нас взаимосвязано то есть мы имея здоровое такое бодрое ресурсное тело да мы больше думаем о духовных вещах и мы способны ими интересоваться вообще слово культура с латинского языка переводится как возделывать если кто-то из вас пытался когда-то возделывать землю например то вы знаете что это тяжкий труд и скажем за неделю даже активного такого занятия садоводством вы не получите урожай ну никаким образом только когда вы посвятите этому достаточное время как писание говорит земледелец он терпит долго когда вот он долго потерпел и потрудился много он получил урожай он получил плоды то же самое здесь и это же относится и к интеллектуальной жизни если например вы месяц всего лишь месяц своей жизни будете читать книги до этого вы предположим не занимались этим вы будете активно всем интересоваться но вы все равно не станете за этот месяц начитанным образованным таким человеком с широким таким кругозором нет этого не произойдет это слишком мало времени и точно также да нельзя быстро овладеть культурой тела то есть мы можем смотреть на какую-то на какие-то хорошие примеры и заниматься этим заниматься тем что мы будем ну как-то вживаться в эту культуру тела и любая культура это система знаний которые оттачивались веками и к своему организму да надо подходить грамотно и целостно он достоин этого чтобы мы заботились о нем и думали о том как сделать ему лучше я бы хотела поговорить о конкретных вещах которые влияют на наше тело и которые могут сделать нашу физическую жизнь гораздо здоровее и гораздо лучше и внести в нашу жизнь что-то новое что-то бодрое что-то такое свежее и сильное и первое о чем я хочу поговорить это движение вы помните конечно наши школьные уроки физкультуры не сказать что у нас совсем нет культуры до физической она была когда-то в школе и лозунг ее был как вы помните быстрее выше и сильнее и вот большинство людей когда они выросли они остаются на уровне этой школьной физкультуры если их не вдохновляли эти уроки скорее всего то их не вдохновит и вообще физическое движение физическая активность и во взрослой жизни да и есть какой-то конечно процент еще людей которые занимаются профессионально спортом и танцами их тоже не так много есть еще люди которые любят качать мышцы идут в тренажерные залы и занимаются просто как бы бодибилдингом таким построением внешней красоты тела и получается что единственный язык на котором мы можем обращаться к нашему телу это напряжение вот мы напрягаем наши мускулы мы их качаем и они стают такие внешне рельефные и красивые я вам скажу этот подход он не совсем правильный даже можно сказать он неправильный потому что все тут гораздо сложнее и тоньше и вот правильный подход это прежде чем начать качать крупную мускулатуру нужно сделать две важные вещи перед этим это снять избыточное напряжение то есть убрать зажимы блоки научиться расслабляться с этим у нас в нашей национальной культуре большие проблемы мы очень много нажимаемся мы очень много напрягаемся особенно вот мы русские люди которых как-то затюкали с детства совершенно не умеем расслабляться и в итоге вот эти зажимы напряжения которые мы даже не осознаем они просто сопровождают нас по жизни мы их не видим не осознаем и они ведут к заболеванию в итоге и внутренних органов и и мозг потом начинает страдать таким образом мы не понимаем какое великое счастье великое благословение несет с собой умение расслабляться я советую вам этому поучиться и вы почувствуете как это прекрасно убирать из тела лишние напряжения тогда и психика сразу расслабляется и мы часто переживаем я лично переживаю своих занятиях спортом гимнастикой переживаю настоящее счастье когда мне удается расслабиться и второе что нам нужно сделать это выстроить баланс в своем теле то есть у нас есть правая и левая сторона мы не должны заваливаться они не вправо не влево и вперед не назад и ну конечно это требует тоже каких-то специальных знаний как это сделать все это возможно все это возможно найти и всем этим заниматься и только потом после того как мы вот сделали это только потом можно укреплять мышцы укреплять нашу вот эту выровненную структуру тела иначе наращивание просто мышечной массы она может только усугубить проблемы оно может усилить этот дисбаланс в теле и вот эти вот зажимы и блоки которые нам совершенно не нужны потом с ними будет еще труднее разобраться и еще одно открытие которое сделала вот не так давно в своей жизни является то что правильной физической активностью та которая тебе подходит та которая тебе дает радость та которая тебе дает пользу вот такой физической активностью можно увеличить свою жизненную энергию каждый человек рождается с каким-то определенным запасом энергии это называется пренатальная энергия и все мы знаем что есть люди вот более энергичные есть люди какие-то менее энергичные мы воспринимаем это ну как данность это как вот один может хорошо петь другой у другого нет музыкального слуха есть какая-то данность да и нам приходится иметь дело с той энергией которая нам дана изначально от природы и что мы делаем до что делают 90 процентов людей на земле они просто растрачивают вот эту свою данную богом энергию и при таком положении вещей нам кажется совершенно естественным что в молодости человек такой бодрый полон сил до готов совершать дела в великие ему хочется чего-то такого большого ему хочется влиять на этот мир но потом с течением времени мы видим что энергии все меньше как-то уже меньше каких-то таких великих планов меньше желаний что-то осуществлять и к старости начинаются болезни наше тело начинает как-то давать о себе знать где-то заколола где-то заболела и потом в конце мы вообще превращаемся в развалины если ты приходишь к врачу то врач обычно смотрит на тебя с сочувствием и говорит ну что вы хотели возраст и так тебе говорят и в 30 лет и в 40 и в 50 ну и так далее но этот друзья мои неправильный подход это вообще миф потому что есть еще один вид энергии это пост натальная энергия это как раз та энергия которую мы нарабатываем течение жизни и если постараться вот именно то делать о чем я говорю то будет прирост энергии и на самом деле это не сказки что есть люди у которых больше энергии в старости чем было в молодости просто они уделяют этому конкретное внимание и прикладывают к этому конкретные усилия каждый из нас может вот нарастить себе энергию а значит и вообще жизненные силы и возможно что-то сделать в этой жизни с помощью чего с помощью вот правильной физической активности и духовных практик то есть молитвой постом это тоже дает огромный запас энергии огромный прирост энергии и вот что еще можно сказать о физической активности да что хорошо найти такой вид физической активности спорта который подходит именно вам я например в этом году получила возможность неожиданно встать на беговые лыжи вы знаете детстве я много каталась меня учил папа и в школе мы занимались много ну и вообще тогда я лет советские времена дети больше как-то активно проводили время мы очень много катались просто с друзьями на коньках на лыжах на лыжах я любила больше всего а потом так сложилась жизнь что я занималась разными видами спорта но лыж у меня как-то больше так и не было беговых и вдруг я встала вот на лыжи с такими сомнениями что я вообще все забыла и не смогу нормально кататься и что я обнаружила что тело мгновенно вспомнила все ощущения какие были тогда в детстве и стопа она просто слилась вот с лыжей и все мышцы в ноге они вспомнили вот эти ощущения это было просто удивительно я была так восхищена своим телом так благодарна ему вот подумайте насколько она умная насколько она вообще мудрая наше тело она хранит где-то все воспоминания о том что мы делали в течение жизни да вдруг понадобится и она как-то вот работает на наши интересы и когда вы когда вы доверяете своему телу когда вы понимаете что вообще тело умнее чем мы думаем когда вы ищите какие-то комбинируете разные виды спорта когда вы учитесь постоянно вот где мне учиться да ну конечно вас уже в спортшколу не возьмут да может быть по возрасту но у нас есть сейчас много возможностей учиться и онлайн не выходя из дома овладевать новыми навыками вспоминать то что мы делали в детстве и то что вам ближе всего то что вам полезнее всего вам подскажет ваше собственное тело поскольку нам нужно доверять его мудрости она на самом деле имеет много мудрости о которой мы часто даже не подозреваем но вот если взять тот случай когда мы говорим о я слушаю мое тело она хочет гамбургеры кока-колу и и она хочет она очень любит сосиски я очень люблю подзакусить колбаской вечером да и так далее вот вот здесь таких случаях нам не нужно слушать тело это уже называется оправдание то есть это больше относится уже к вредным пищевым привычкам до чем какой-то мудрости тела мы просто приучили его к такому образу питания и вот она хочет именно этих вредных продуктов да и вы видите что я подхожу к следующему разделу очень важному для нашего здоровья это питание очень многие люди хотят на самом деле правильно научиться питаться когда они пытаются как-то выяснить а как на самом деле правильно питаться они обычно тонут в море информации которую могут найти там в интернете в средствах массовой информации в книгах в конце концов ты просто я по собственному опыту знаю я интересовалась этим вопросом всю свою сознательную жизнь мне всегда хотелось как-то оздоравливать свое тело не через таблетки не через химические какие-то вещества но натуральными способами в частности с помощью обычных продуктов и вот я этим интересовалась и видела что есть масса мнений в частности совершенно противоположных друг другу как правильно питаться если брать а такой если брать такую официальную науку диетология то мы видим что она все усложняется обрастает такими специальными терминами и по сути стает все дальше от людей на людям нужно что-то ну простое доходчивое научными терминами они не могут оперировать поэтому люди уходят от какой-то такой высокой науки диетология просто к народным каким-то методом часто к дилетантским методом да и ну как-то находят себе более менее приемлемые да какие-то вещи а некоторые вообще не думают об этом они думают вот пошел в магазин там купил себе пельмени покупные сварил съел и хорошо все наелся это главное ну что я вам хочу сказать если вы вообще интересуетесь этой темой а собственно говоря интересоваться темой правильного питания это значит интересоваться темой своего здоровья потому что питание впрямую влияет на свое здоровье знаю я людей которые говорят что это все ерунда что что бы ты не ел да ну без разницы я скажу разница огромная да и уже давно доказано что питание и здоровье неразрывно связаны но здесь вот во всем этом необходим конечно здравый смысл здравый смысл и индивидуальный подход вот когда слушаем мы иногда лекции разных известных диетологов и у них спрашивают ну вот скажите вот вы такой великий специалист в этой области вот скажите какая есть правильная такая самая правильная диета то если человек на самом деле соображает в этой сфере он скажет для кого для кого правильная диета даже один и тот же человек в разные периоды жизни нуждается в разных продуктах нуждается в разном их сочетании то как же мы можем тогда для всех абсолютно да найти такую единственно правильную диету единственно правильное питание мне вообще не очень нравится слово диета потому что она ассоциируется с чем-то негативным с тем что ты вот сидишь на диете проливаешь горькие слезы что тебе нельзя того нельзя другого мне больше нравится другое выражение вот правильный подход к питанию да я не ем что-то не потому что мне запретил кто-то и мне нельзя а потому что я сама сознательно выбрала да какие-то здоровые продукты в пользу а своего здоровья и отказалась от чего-то того что вредит моему здоровью вот и все и конечно какие-то конкретные да вещи вот конкретную правильную диету мы с вами не будем составлять но направление до направления очень важно знать то есть как бы если ты хочешь плыть на север если ты хочешь оказаться на юге то зачем тебе плыть на север и есть некоторые такие основополагающие заповеди правильного питания которые позволят нам приплыть к нашему хорошему здоровью и хотелось бы привести еще мне одну цитату в 1931 году как это было давно заметьте врач доктор отто хор уорбург открыл причину возникновения рака в человеческом организме да вы знаете что это бич 20 20 21 века и знаете что это за причина это ослабленное клеточное дыхание ослабленное клеточное дыхание то есть когда клеткам не хватает кислорода клеткам нашего тела и и к чему это приводит образуется вот молочная кислота организм закисляется это конечно процесс очень в общих чертах на самом деле там все так сложнее но на самом деле вот этот процесс описан еще в тридцать первом году отто уорбургом и он получил даже за это нобелевскую премию и вот что он сказал в своей речи завершая ее никто не может сегодня сказать что не знает в чем первичная причина рака напротив нет такого заболевания изначальная причина которого более известно поэтому неведение не может больше быть оправданием бездействия думайтесь в эти слова да у нас ведь куча оправданий того что мы не хотим заниматься своим здоровьем и хотим как бы вникать что это там за культура такая тело вот меня удивляет такой факт а почему тогда на каждом углу не говорят про это вот он открыл это в тридцать первом году получил свою нобелевскую премию почему человечество ну мало знает об этом и как-то широко не применила вот эти вот это открытие почему не говорят о том что нам с детских лет вообще-то могли бы говорить о том да что что закисляет наш организм и что ведет к раку почему нам не говорят и не пишут на продуктах что есть продукты с очень высоким кислотным показателем а также есть продукты с высоким щелочным показателем да те которые именно приносят пользу для нас и мне кажется что насчет продуктов питания существует некий заговор на каждом углу мы видим вот эти кафе быстрого питания пожалуйста заходи там все так прекрасно так уютно и ты можешь там с комфортом поедать свои гамбургеры пить коктейли кока-колу и также в магазине просто горой лежат продукты из белой рафинированной муки из сахара да и колбасы сосиски алкоголь вот оно все пожалуйста доступно кстати про сахар это тоже отдельная тема все диетологи мира сходятся в том что это один из самых вредных продуктов вот этот наш белый очищенный сахар искусственный продукт мертвый и вызывающий еще и зависимость и вот диетологи говорят никому никогда ни в каком состоянии ни в каком возрасте не надо есть вот этот продукт сахар но мы тем не менее спокойно кушаем его сами с удовольствием и кормим их кормим им наших детей да и даже поощряем их за хорошее поведение именно чем конфетами и сладостями убежденные в том что мы делаем им ну добро тем что они радуются от этого они получают удовольствие на самом деле мы приносим этим вред и так как все вот это вокруг едят все это продается то кажется что это нормально да но кому это выгодно выгодно это только бизнесу который продает в огромных количествах эти продукты и имеет огромные на сверхприбыли что сказать несмотря на то что это в обществе принято несмотря на то что как-то это в обществе одобряется есть такие продукты друзья мои нельзя если вы заботитесь о своем здоровье и кроме питания есть еще вещи которые закисляют конкретно наш организм кстати о тех продуктах а об кислотных индексах вы можете узнать очень просто есть даже специальные книги по этому вопросу есть данные в интернете есть таблицы которые я изучала которые очень легко найти в интернете это показатель ph вот в каждом продукте то есть каждый продукт либо увеличивает кислотность нашего организма либо другой продукт ощелачивает этот организм и мы должны конечно делать упор на на продукты которые ощелачивают организм в основном это растительная пища и вот о том что еще закисляет наш организм да я хотела бы сказать потому что это тоже относится к нашей культуре к нашему образу жизни это значит акис закисляет наш организм стресс любой стресс ругань когда ты слышишь какие-то обидные слова грубость громкая музыка шум пробки дар на дороге это также ревность жажда мести то есть такие очень негативно заряженные чувства да очень таки эмоционально заряженные это перегруженность работой особенно женщин особенно женщины очень сильно страдают от этого на физическом уровне это фильмы ужасов это злоупотреблением телевизором это даже долгие разговоры по телефону и те могут вызывать вот такие неправильные процессы в нашем организме и что наоборот ощелачивает наш наше тело приносит нам массу пользы это когда мы улыбаемся обнимаемся смеемся слушаем классическую или просто спокойную музыку а выслушиваем комплименты и получаем благословение да когда вот мы в церкви находимся когда мы находимся в уютном помещении или на природе когда мы гуляем играем с детьми работаем в саду поем дружеский беседу и вот все вот в таком вот ключе да то есть надо стараться насыщать свою жизнь вот такими вот вещами из и согласитесь что в этом нет ничего великого каждый из нас может сделать это если ваша жизнь похожа домашняя на театр военных действий если у вас просто ад какой-то от шума крика ругани но постарайтесь как-то изменить свою жизнь постарайтесь прежде всего изменить себя ведь это же не что иное как отсутствие культуры тела отсутствие каких-то хороших привычек и в итоге мы имеем вот такую отрицательную какую-то некомфортную среду существования и конечно о каком здоровье да тут может идти речь здоровье эмоциональном и физическом и вот про питание да говоря еще о питании нет ничего все-таки лучше чем личный опыт и я хочу рассказать о нашем опыте который мы приобрели лично и он очень такой поучительный я бы сказала опять же не все могут его как бы ну перенять да потому что это на самом деле очень индивидуальная тема но какие-то вещи да вы можете что-то перенять и что-то применить для в своей жизни и в два с половиной года назад мы изменили свое питание достаточно резко это произошло мы питались раньше как обычные люди ели все подряд даже так скажу любили макдональдс и любили киевси и все прочие вот эти и же с ними и приехав в один санаторий мы столкнулись с тем что нас просто погрузили вот в эту в эту атмосферу правильного питания научили нас готовить очень вкусно правильные продукты здоровые полезные и мы так вовлеклись в это дело что когда приехали домой мы не оставили этого и мы просто начали дальше также питаться и вот уже прошло два с половиной года знаете мы не жалеем нисколько что мы не не бросили как большинство людей это делает такое вот правильное питание мы продолжили это делать не пошли ни на какие отговорки типа времени нет типа дорого это кстати не дороже чем обычное питание это один из мифов которые люди используют чтобы не начинать даже это так все дорого это так все хлопотно ну я вам скажу это того стоит и когда ты уже входишь в колею вот в эту ты для тебя это становится естественно ты уже как бы делаешь все достаточно автоматически и у тебя это приготовление той же здоровой пищи не занимает больше времени чем обычное питание и вот какие там такие основные до основное что мы сделали основные пункты до вот этого образа что ли питание во первых это конечно сокращение животных продуктов то есть мы перестали полностью есть мясо мы перестали есть рыбу и сократили до минимума молочные продукты яйца опять же все это произошло не в таком плане что вот нам сказали что нельзя и мы теперь не можем этого есть все это очень ненасильственно произошло очень сознательно мы как бы осознанно отказались вот от этих вот продуктов почитав разную информацию сравнив разные данные да и научные данные мы поняли что на самом деле вот этот белок животный можно заменить растительным белком то есть это очень важно опять же что-то отняв у своего организма да что-то дать взамен не менее полезное и не менее ценное иначе ваш организм будет просто недополучать питательных веществ и вы в конце концов опять пойдете на едитесь мясо но если вы грамотно подойдете к этому вопросу как вот мы сделали мы стали больше есть бобовых мы стали есть орехи полюбили соевые продукты совершенно замечательные и почувствовали что так жить намного легче мы себя хорошо чувствуем очень работоспособна и у нас большинство времени хорошее настроение нет этой тяжести и нету разных других последствий от от переедания например когда ты просто объелся и вот тебе тяжело и еще один важный момент до этой такой нашей нашей системы питания это сокращение сахара есть оказывается вот я например сама очень большая сладкоежка я вообще не могла понять ну как можно жить не употребляя сахар есть оказывается господь позаботился от таких вот сладкоежках и создал много прекрасных сладких натуральных продуктов да это и мед и финики и разные фрукты и сухофрукты и также это разные растения которые используются как подсластители например стевия да и есть масса всего есть сиропы которые делают из фиников из агавы из топинамбура и все это может прекрасно совершенно заменять сахар то есть мы если едим сахар то просто по минимуму даже выпечку стараемся добавлять все такое вот заменители сахара натуральные и вы знаете вот сам процесс привыкания вот на самом деле для меня лично было очень трудно привыкнуть к отсутствию сахара в диете наверное даже я была каким-то сахарным наркоманом не побоюсь этого слова у меня была страшнейшая зависимость от сахара и я помню что мы несколько лет назад если вы помните всей церковью взяли пост перед пасхой первый раз это случилось перед пасхой весной и мы решили отказаться ну кто-то от мяса в общем кто-то от того что что он любит больше всего на четыре недели и я помню что конечно же я взяла пост тогда от мяса и от сахара вообще от вот этих вот выпечки сладкой из муки и то что мука с сахаром эти все сладкие булочки пироги печенье пироженки все что составляла просто любовь гастрономической жизни да и давала мне как мне казалось энергию да и вот хорошее настроение шоколад до туда же относился я отказалась от этого я по-честному решила выдержать эти четыре недели мне было нелегко я помню что у меня руки тряслись когда я проходила мимо полок в магазине да вот какой большой магазин и там бесконечные полки с печеньками с кексиками я проходила мимо них закрыв глаза потому что организм просто требовал вот этого всего ну и что вы думаете я продержалась я начала снова это все есть на следующий пост который был перед рождеством я снова отказалась от сахара и от всех этих вот продуктов которые насыщены сахаром на самом деле то что продается в магазине мало того что много всякой химии они еще страшно сладкие вот сейчас мы если мы что-то такое пробуем нам кажется это просто какое-то преступление добавлять в сладости которые едят дети которые едят вообще все люди столько сахара он не нужен там даже не вкусно но наши рецепторы настолько привыкают да к этому уровню сладости так же как и соли что они на меньшее не согласны на меньшее не реагируют так вот второй пост я выдержала гораздо легче да я поняла что вот наше тело оно поддается такому воспитанию да такому приучению и рецепторы которые вот перевозбуждаются за счет слишком большого количества сахара в продуктах слишком большого количества соли добавить до какого-то там добавок химических типа глютамата натрия они перевозбуждаются от этого и если перестать это есть то рецепторы придут в такое состояние когда им обычная обычная натуральная пища будет казаться очень вкусной я очень вдохновилась тогда потом случился у нас вот это перемена питания и сейчас я посты вот эти держу перед каждым великим праздником да и перед рождеством перед пасхой и даже когда не объявляется какой-то общий пост я все равно беру на несколько недель свой личный пост ну как бы пост даниила для меня да и даже отказываюсь это время от своего любимого шоколада и я вам скажу сейчас я это прекрасно воспринимаю потому что мы когда кончается пост оказывается что ну есть то особо и нечего потому что чего-то другого чего ты до этого не ел потому что у нас и так все питание вот такое вот очень здоровое и диетическое потом есть такая важная вещь в питании это соблюдение ну такого режима вот питания да я не скажу что там надо все делать по часам как в детском садике но есть очень важный один принцип который помог нам как-то вот сделать правильную такую модель питания это то что самая важная такая и плотная еда должна съедаться утром и днем потому что именно утром у человека вырабатывается пищеварительный фермент и когда вы вечером нагружаете свой организм какой-то плотной белковой пищей вы просто обеспечиваете ему то что он будет всю ночь мучиться пытаться это переварить а пищеварительных ферментов уже почти нет и поэтому вы плохо спите потом и поэтому вам тяжело потом утром вставать то есть вот после шести лучше вообще не есть и даже до шести последний прием пищи лучше делать такой легкий с какой-то ну то что вы любите но без без такой прямо белковой пищи вот и нам тоже очень помогло и еще одну такую фишку в питании да мы нашли совсем недавно точнее нашли ее конечно люди уже давно мы для себя ее открыли недавно это зеленые коктейли и то что вот есть такой прекрасный вид пищи которому обычно никто серьезно не относится это зелень да вот то что я говорила про корейцев там то что они едят каждую травку каждую водоросль для них это вот что-то такое питательное для нас никогда это не было ничем серьезным правда зелень только как приправа и ничего такого серьезного она из себя не представляет тем не менее ученые доказали что именно в зелени есть все питательные вещества которые нужны нашему организму и вспомните даже таких крупных животных как жирафы или шимпанзе которые кстати максимально близко находятся к человеку они питаются вот таким вегетарианским питанием даже я бы сказала веганским питанием да половина рациона шимпанзе составляют фрукты и листья зелень даже листья зелени больше да чем фрукты и только половина это овощи корнеплоды это корень и орехи и иногда они едят чуть-чуть каких-то насекомых вот такая вот пища у шимпанзе интересно да что именно этих животных шимпанзе используют в медицинских опытах то есть когда нам нужно что-то вывести для людей какую-то вакцину как вот сейчас активно ищут да вакцину против коронавируса или любую какую-то другую вакцину или испытать какое-то лекарство их испытывают но вот этих несчастных шимпанзе до заражая их теми болезнями потом прививая это все им то есть мы делаем больными наших братьев меньших шимпанзе вместо того чтобы поучиться у них здоровью да а как они такие здоровые почему они не болеют таким количеством болезней каким болеют люди вот в частности изучить их диету вот когда люди изучили диету да эту они увидели что это диета состоящая в основном из растительной пищи и очень большое количество они съедают этой зелени но все равно вот эти исследования не попадают в какую-то широкую широкую известность потому что потому что это не выгодно да тем кто зарабатывает на продуктах питания и таким образом вот мы делаем коктейли из смеси фруктов и зелени то есть листья салата петрушка сельдерей все это прекрасно сочетается все это имеет очень хороший вкус и все это вы можете на самом деле найти как это все делается и я читала такие исследования что даже если такие коктейли каждый день которые люди пьют прибавить вот к обычному рациону с мясом там с какими-то другими там не очень полезными продуктами то все равно это и имеет очень большой оздоравливающий эффект то есть те кто пьют зеленые коктейли чувствовать себя намного лучше я скажу вам что вот мы с виктором да мы на самом деле стали себя чувствовать гораздо лучше после того как перешли вот на такое питание и даже некоторые наши болезни такие какие-то затяжные и у меня вот например была тяжелая гипертония все это ушло это просто фантастика какая-то да когда ты приходишь к врачу и говоришь что у меня там подъемы давления криз кризы каждый месяц врач разводит руками ну это можно только сдерживать таблетками и как бы больше ничего сделать нельзя да и потом ты начинаешь просто изучать тему правильного питания находишь вот этот вот выход из из этого к заколдованного круга и у тебя нормальное давление от себя прекрасно чувствуешь думаешь почему этого не знает большинство людей ну потому что наверное с одной стороны не очень интересно с другой стороны лень все тоже лень легче как-то двигаться в общем потоке широким путем идти и не напрягаться но мы знаем куда приводит широкий путь до в итоге и последнее о чем бы я хотела сказать у меня осталось немного времени это о правильном сне вот понятно что также в нашем здоровье имеют большое значение питье воды прогулки свежий воздух ну про это говорить особо нечего потому что и так все понятно а вот про сон я бы хотела сказать несколько слов потому что мы столкнулись с тем что ученые в последнее время открыли интересные факты о сне и я вам сейчас вот поделюсь до этими интересными такими открытиями и так сон для нас до для современного человека такого занятого такого делового которого все расписано с графиком таким напряженным сон для нас является каким-то бесполезным времяпровождением вот согласитесь если вы думаете о том что вам все время не хватает времени на самом деле не знаю такого человека который бы не жалел что в сутках всего 24 часа и он бедный ничего не успевает ему бы побольше времени или хотя бы поменьше времени спать и я знаю что люди подсчитывали сколько там они лет своей жизни спят и приходили в ужас как же мы столько времени тратим в пустую на самом деле это большое заблуждение и мы совершенно не тратим время сна на в пустую вот я попытаюсь это объяснить значит сон имеет у нас медленную фазу которая делится тоже на четыре еще фазы и быструю фазу да и у каждой из них свои задачи вот медленный сон это глубокий сон глубокий сон все знают что он очень важен что вот в это время происходит восстановление нашей нервной системы наших физических тканей наших разных-разных систем и этот сон нежелательно прерывать да и когда например мы спим в какой-то гостинице или в незнакомом месте и в поездке там в гостях то что происходит вот одна половина нашего мозга не полностью погружается в этот глубокий сон и сколько бы ты не спал вроде бы нормально спал но ты встаешь разбитым потому что твой мозг он не полностью ушел вот в этот вот глубокий медленный сон с этим вроде все понятно есть еще быстрый сон да быстрый сон это когда наши глазные яблоки быстро вращаются и мы видим сны и кажется людям что ну может это не так важно ну какая-то в этом есть то есть это нам не особо как бы нужно но нету ничего что во сне что нам бы было не нужно то есть бог все очень мудро создал он создал очень мудро наше тело и оказывается вот этот быстрый сон да если его нет то его дефицит накапливается в организме и если например люди пьют алкоголь часто алкоголь он блокирует вот эту быструю фазу сна человек сразу как бы перепрыгивая ее погружается в медленный сон и он не видит вот этих снов и он может это делать долгое время да потому что он например пьет и он долгое время не видит снов и представьте они накапливаются они накапливаются и они начинают разрывать его мозг и просто организм начинают переполняться с нами и в конце концов эти сны выходят в его бодрствование и он начинает видеть как бы две реальности одна настоящая а вторая реальность его снов которые он видит наяву и это состояние называется белая горячка вот к чему может привести до недобор быстрого сна то есть все это нам очень важно даже сны видеть нам очень важно и человек современный вообще человечество но все время пытается сократить время сна и вы знаете что тут нет ничего нового что человеку нужно где-то в среднем 7 9 часов для сна но но последнее время люди спят все меньше и в среднем мы уже сократили свой сон на 20 процентов ну потому что нам все время некогда да нам не хочется тратить вот это вот время и вот конечно это трагическая ошибка потому что мы лишаем себя нежно некоторых важных вещей то что происходит то что происходит во сне еще то что происходит в быстрой фазе сна в быстрой фазе сна наш мозг проигрывает и повторяет те действия которые мы делали днем то есть наши знания структурируются наши навыки совершенствуются все это происходит без нашего участия мы просто в это время отдыхаем а мозг вы знаете да он никогда не отдыхает он работает опять же на нашу пользу и он нас в это время совершенствует можно сказать да только дайте ему это время на сон если мы если мы нормально спим да если мы спим свои часы положенные регулярно спим да то повышается физическая выносливость и меньше производится вот этой молочной кислоты которая в конце концов закисляет организм да и вызывает рак да то что мы говорили раньше поэтому сон он вот прямо связан напрямую с некоторыми болезнями в частности с раком и люди которые работают по ночам это настолько антифизиологичная работа у них нарушается вот этот ритм сна они находятся в группе риска по приобретению рака также сон отсутствие сна его нехватка может влиять на возникновение болезни альцгеймера и вообще недосып приводит к ранней смертности вот даже до такую до такого до такой степени то есть есть такая поговорка на том свете отоспимся так вот окажешься на том свете гораздо раньше если ты не будешь здесь нормально спать и значит важно не только продолжительность сна но его качество и что мы можем сказать про как да нам на самом деле хорошо и правильно спать это во-первых стараться ложиться в одно и то же время это меньше света допускать еще за час до сна нужно постараться выключить все экраны все там источники света погасить в квартире света хотя бы половину и вы увидите насколько легче вам будет засыпать насколько спокойнее будет ваш сон и третье прохлада то есть мозгу требуется скинуть температуру чтобы заснуть прохлада на него хорошо влияет так что не пренебрегайте сном люди это единственный биологический вид который добровольно лишает себя сна и сон это невосполнимый ресурс вы не можете вот пищу вы можете восполнить а сон не можете поэтому относитесь к этому но серьезно и знайте что это влияет очень сильно на ваше здоровье и последнее что я вам хочу сказать да что наше служение богу наша помощь людям наша забота о своем собственном здоровье это не просто вклад в себя это вклад в нашу семью и даже весь наш род потому что дети которые живут рядом с нами они смотрят на нас вот дети они даже иногда и спортом не будут заниматься если видят что мама и папа ничего не делают они будут сознательно и бессознательно повторять ваше поведение поэтому то что вы делаете для для себя вы делаете и для них также хотите чтобы у них были хорошие привычки привить им да какие-то навыки полезные привейте их сначала самим себе и тогда вы увидите что ваши дети они будут также воспитывать своих детей и что вот то что вы сделали в этом плане такого полезного вы внесли вклад да и это продолжилось и дальше у нас на несколько поколений я желаю вам чтобы вы были здоровы и чтобы господь благословлял ваше тело душу и дух и все ваше ваше